Все очень добрые рассказы. Будут все другие люди читать и будут тоже становиться добрее. Желание этого молодого человека воплотилось в 16 лет. Сегодня Даниил Мазоль может смело назвать себя детским писателем. Его сборник поучительных рассказов для малышей – не просто книга. Это отличная подборка сказок. Ожившие герои говорят на человеческом языке, живут и чувствуют как люди. А еще книга рассказов – это своего рода посыл мамам, чьи дети по разным причинам не могут жить полноценно. Увидите в своих маленьких солнечных лучиках обычных озерных детей. Цените их, не замыкаясь в себе. Очень большое спасибо, конечно, новому поколению, что он, наверное, исполнил прежде всего мою мечту. Во-вторых, то, что я смогла все-таки сама понять, что ребенок это может. И это принесет для кого-то мотивацию, для таких же мам, как и я, мотивацию никогда не терять надежду и веру, что все исполнимо, если ты ставишь какие-то цели, и у тебя есть желание своему ребенку помочь. Это самое главное. Издание увидело свет благодаря фонду «Новое поколение». Поддержать этот проект означало отдать жизнь новому направлению помощи, показав, насколько талантливы наши дети. Вместе с многопрофильным центром представители фонда будут искать таких ребят. Работа только на начальной стадии. Когда я прочитала его рассказы, это было, знаете, я поразилась. Они такие душевные, они настоящие. Видно, что Таня вкладывает душу, что он проживает каждый рассказ, потому что, естественно, в каждом рассказе он не может пойти, но он это все пережил, он это все ощутил, сделал. 2019 год для Бреста прошел под грифом «тысячелетие». И педагоги многопрофильного центра детей и молодежи не могли остаться в стороне от такой даты. В рамках празднования юбилея города в учреждении прошло несколько тематических конкурсов. Более 200 работ поступило на адрес многопрофильного центра. Выбрать лучшее оказалось достаточно сложно. Все участники подошли к конкурсу с долей креатива и творчества. Приятно, что наш город любят, что столько творческих работ, сколько мы на протяжении четырех лет в рамках этого проекта принимали, как систему дополнительного образования. Конечно, вы знаете, это, наверное, более 300 работ уже. Поэтому все работы, вы видите, направлены на, скажем, творчество, на то, как дети познают наш город, на то, как они его исследуют, как они его создают. Церемония награждения стала настоящим праздником. Здесь прозвучали стихи и песни о Бресте. Кульминацией мероприятия стало вручение грамот авторам лучших работ. Продолжение следует...